Всем привет! Сегодняшняя история будет про Волгу ГАЗ-22. Это довольно интересный автомобиль с необычной судьбой. Наш бывший соотечественник, ныне проживающий в Германии, до отъезда из России работал учителем в школе, имеет музыкальное образование. Уже 27 лет работает в автомобильной промышленности. В настоящее время техник по высокоточному измерению. А мы продолжаем про Волгу. Прикупил он соседней Австрии ГАЗ-22 и решил подарить машине вторую жизнь. У него даже есть свой борт-журнал на драйве. Ссылки будут в описании под этим видео. Сам универсал 1967 года выпуска. С виду в хорошем состоянии, весь хром на месте. Но все же годы взяли свое. С другой стороны, железо сохранилось неплохо, поэтому было с чем работать. Предстояло довольно много работы, которая началась с полной разборки, сняв крылья и другие навесные элементы кузова. Ведь предстояло провести полную зачистку и также подварить авто. Через некоторое время кузов был полностью восстановлен. И встал вопрос, что делать с силовым агрегатом? Родной мотор с коробкой слабоват для путешествий по Европе с прицепом. Было решено найти подходящий движок в паре с коробкой автомат. На ближайшей разборке нашелся отличный вариант – двигатель от Вольво 940. Инжекторный мотор пришлось переделывать на карбюратор, чтобы не возиться с электроникой и прочими сложностями. Перед установкой на машину движок и АКПП, естественно, были отреставрированы. Тем временем кузов был покрыт антикором, загрунтован и подготовлен к покраске. Кузов решили окрашивать ближе к оригиналу. Начался процесс финальной сборки, собрали всю подвеску, установили силовой агрегат. Предстояла грандиозная работа по салону, ведь родная обшивка давно пришла в негодность. Поэтому владельцу ретро-автомобиля пришлось шить салон самому. Шить он научился еще на первой Волге. По признанию автора проекта, на восстановление ГАЗ-22 ушло около трех с половиной лет. Невероятное количество труда и финансовых затрат. Конечно, это был трудоемкий и хлопотный процесс, но, на мой взгляд, самое главное — это усердие и любовь к тому, что ты делаешь. Результат работы умельца просто супер. Значит, есть еще мастера своего дела. Хочу пожелать успехов автору, который подарил вторую жизнь в Волге. Ну как вам машина, дорогие зрители? Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok